Можно ли знать всё? Конечно, если вы работаете в команде, где каждый участник кладезь знаний в определенной области. Это и доказали сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит» во время новогоднего интеллектуального турнира, организатором которого выступил Молодежный совет профсоюзной организации Фосагра Балакова. На этот раз игра была вдвойне праздничной. Сегодня игра у нас непростая, она и предпраздничная, и праздничная. Праздничная, потому что она приурочена к юбилею, к 50-летию предприятия. Здесь надо поаплодировать, конечно. И предпраздничная, в связи с тем, что у нас совсем скоро будут новогодние праздники, у нас какие-то вопросы будут по этой тематике. В целом, сегодня должна быть такая, мы надеемся, лёгкая, позитивная игра. На турнир заявились 20 команд. Сами участники говорят, что для них это уже традиционное новогоднее мероприятие, которое даёт возможность не только проверить свои знания и эрудицию, но и провести время в весёлой и дружной компании товарищей по работе. Это неформальное общение, которое сплочает, сближает людей. Здорово проводить время в такой обстановке с людьми, с коллегами, они же друзья. Второй раз мы пришли к своей команде. Впечатление отличное, отличная локация. Классная у нас команда с озвученным названием «Макаки в атаке». Поэтому интересно было, да, рассчитываем попасть в пятёрку лидеров. Уже семь лет химики играют в интеллектуальные игры. Ведущий Евгений Быстров говорит, что с каждым разом ему всё сложнее придумывать вопросы. Уровень подготовки участников очень высок. Ну а после таких встреч интерес к играм у участников разгорается. И они выходят на новый уровень. Очень часто леди начинают именно с корпоративных игр. Кто-то на этом уровне остаётся. Но вот что тоже очень приятно. Люди, которые играют здесь на заводских играх, они потом очень часто приходят уже на городские игры. Уже не стесняются и постепенно растут в результатах. То есть сейчас уже три команды стабильно играют. И все эти команды не являются аутсайдерами. Они очень такие крепкие. Они попадают в призы. Одна из таких команд, Кармана Вассермана, недавно защитила звание «Самый эрудированный». Случилось это на корпоративном турнире «Что, где, когда» среди работников предприятий компании «Фосагра». В этом году был организован первый ЧГК. Он проходил в Череповце в Сосновке. Заняло первое место. Было, конечно, волнительно. До последнего не верили, что мы выиграли. Там было, в общем, три вопроса. Мы ответили на 26. Мы волновались очень сильно. Спасибо большое Евгению Быстрову, что нас подготовил к этому. Поэтому волнение отпускало до последней секунды, как Ром правильно сказал. Было пять команд, то есть с каждой площадки, плюс НИУИВ, научно-исследовательский институт. Наверное, самые соперники мы считали, это Кировск. Мы ехали туда с определенным багажом. Мы его там весь выложили, показали, использовали. Эти игры абсолютно точно помогают нам. Не только в играх, но и в жизни. Неудивительно, что именно карманам Вассермана не было равных и на новогоднем заводском турнире. Но догнать лидера вполне возможно, уверены представители других команд. Надо просто играть почаще. Кстати, призеры отстали от победителей всего на несколько баллов. Значит, в новом году лидер среди заводских знатоков вполне может измениться.